В Тверской области многодетные семьи с невысоким уровнем доходов могут улучшить жилищные условия при региональной поддержке. Заявки на получение областных субсидий принимаются до 1 декабря. Кто может воспользоваться выплатой, а также какие еще меры поддержки многодетных семей действуют в регионе и какие из них самые популярные, расскажем в следующем сюжете. В Тверской области количество многодетных семей увеличилось почти на треть с 2010 года. На октябрь 2022-го их в регионе уже более 14 тысяч, рассказали в Министерстве демографической и социальной политики. А количество детей, воспитывающихся в таких семьях, подбирается к цифре в 50 тысяч. В Тверском регионе темпы роста количества многодетных семей достаточно высокие. Динамика положительная по количеству многодетных семей Тверская область занимает четвертое место. А по темпам роста количества детей, воспитывающихся в многодетных семьях, мы занимаем третье место среди регионов ЦФО. В рост цифры статистики пошли благодаря, в том числе, ряду мер поддержки многодетных семей. Это не только федеральные, как, например, материнский капитал, но и региональные. В первую очередь родители стремятся улучшить жилищные условия. Так, с 2022 года многодетные семьи Верхневолжья могут получать выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Выплачивается при рождении первого ребенка 200 тысяч, при рождении второго ребенка 300 и при рождении третьего ребенка 500 тысяч рублей. Для многодетных семей нет возрастных ограничений. Для всех остальных семей возраст одного из родителей не должен превышать 35 лет. В прошлом году 124 семьи получили такую меру поддержки. В этом году вот на сегодня уже 180 семей ей воспользовались. Еще одно направление регионального демографического пакета – помощь в приобретении жилья для многодетных семей с невысоким доходом. В 2022 году уже обеспечено жильем 22 молодые семьи из 16 муниципальных образований Верхневолжья. В региональном бюджете на эти цели в этом году предусмотрено более 40 миллионов рублей. Глава региона Игра Рудене уверен, что решение вопросов, связанных с жильем, будет способствовать сохранению на Тверской земле традиции большой семьи. Многодетная семья – это основа, перспектива развития нашей демографии. Чем больше мы решаем жилищных вопросов, тем больше многодетных и молодежи остается жить и трудиться на территории региона, где у них есть своя недвижимость. Прием заявок на 2023 год на получение областных субсидий для приобретения жилья ведется до 1 декабря. Их подают муниципальные образования. По итогам будет профинансировано областью 80% стоимости жилого помещения, остальные 20% – средства местного бюджета. Так, в прошлом году улучшить жилищные условия смогли 24 семьи. В целом в регионе действует ряд мер поддержки многодетных семей. Они принимали с учетом в том числе и пожеланий самих родителей. Прямой диалог с властью, владение информацией о нововведениях – немаловажная деталь, считает мама восьмерых детей. Министерство демографии распространяет информацию, это очень важно. Игорь Михайлович Руденя ни одну встречу устраивал с многодетными. И это очень подкупает на самом деле, такое внимание. По многому, о чем был разговор, достаточно быстро было претворено в жизнь. Одна из тем, которая волновала многодетных – это возможность подработки в летнее время для подростков. Вопрос был решен. Помимо этих мер, родители называют и еще ряд социальных выплат, региональный мат-капитал, выдачу школьной формы, освобождение от уплаты мусора и многое другое. Подробнее о них можно узнать, воспользовавшись виртуальным семейным помощником. Там вся информация о мерах и что нужно для их получения.